Так, итак, итак, запись должна идти, идёт, да, идёт, итак, это то самое видео, которое я говорил, посмотреть, которое стоит посмотреть, оно будет о том, как правильно комментировать блог, но что я имею ввиду под правильно комментировать, лучше всего покажу, пожалуй, на примере, кот, не ломись ко мне, пошёл нахрен. Итак, покажу на примере, допустим, человек приходит на мой блог, открывает какую-то статью, любую, и хочет написать комментарий, допустим, нашего человека зовут Енот Ашот, для примера, вот он пишет своё имя, пишет свою почту в адрес e-mail, сайт можно писать, можно написать, и дальше нужно написать какое-то сообщение, ну, например, привет, я люблю... Енотов тоже, хочешь написать нам Енот Ашот, нажимает отправить комментарий, и у нас появляется такая вот штучка, то есть, комментарий должен быть проверен модератором, чтобы быть опубликованным, ну, это нормально, модератор это я, соответственно, я буду проверять комментарии, одабривать их, скажем так, если они будут адекватные, вот, теперь касаемо комментария, что с ним не так, то есть, здесь есть у нас имя Енот Ашот, есть сам комментарий, но вместо картинки вот такая вот непонятная загогулина, какая-то зафигулина, непонятная, вот, а для того, чтобы здесь вместо этой картинки была какая-то ваша фотография, либо картинка, которую вы сами хотите себе установить, то нужно проделать весьма простую процедуру, нужно открыть поиск, допустим, какой-то Яндекс, ну, не какой-то, Яндекс, вот, и мы там пишем Gravatar, вот, сразу же поясню, что процедуру это нужно проделать всего один раз, и она, скажем так, привязывает любую картинку к адресу электронной почты, поэтому абсолютно на любом блоге WordPress, на котором ты потом будешь комментировать какие-то статьи, у тебя твоя картинка будет прикреплена к почте, то есть, ты тупо напишешь свою почту, и все, и картинка будет ставиться автоматом, А теперь поговорим о том, как эту самую картинку прикрепить к адресу твоей электронной почты, вот, пишем Gravatar в поиске, вот такой вот сайт вылазит, ru-gravatar.com, мы на него заходим, он медленно открывается, и нужно на нем зарегистрироваться Нажимаем войти, здесь все очень просто, и нужно, это мои старые данные, так, нужно создать новый аккаунт, вот здесь мы нажимаем create an account, три слова создать новый аккаунт, и дальше нужно написать почту, ох, это не та почта, так, я пройду сюда и скопирую, скопирую мою вторую почту, вот мы копируем адрес, копировать электронной почты, вставляем наш адрес электронной почты, для этого серверства лучше всего, Насколько я знаю, лучше всего использовать почту Gmail, то есть гугловскую, а Яндекс почту или какую-то Mail.ru, он принимает очень плохо, насколько я знаю, либо вообще не принимает Вот, ну, у меня Gmail, поэтому я не знаю, если честно, я не проверял Вот, в общем, мы пишем Gmail, галочка зеленая, пишем ник какой-нибудь, допустим, ну да, пускай будет b2b.b2b.enote, вообще, да, b2b.enote 150 будет наш ник И, ага, нельзя, нельзя, он жалуется на ник, наверное, на енота, но не на енота В общем, ладно, b2b будет, енот 150, точки, наверное, нельзя ставить в нике Именно нельзя-то ставить точки в нике, поэтому я написал b2b.enote 150 И мы пишем какой-нибудь пароль, допустим, я наберу пароль такой и нажимаю зарегистрироваться Пароль пока сохранять не буду, вот Вот теперь нам сайт пишет, что на адрес вашей электронной почты написано, отправлено, точнее, письмо для подтверждения Мы заходим на нашу почту, которую указали, вот такое вот письмецо нам приходит Мы нажимаем на него и нажимаем вот эту вот синенькую кнопочку «Активировать аккаунт» Он у нас грузит, 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 все В сервисе мы зарегистрированы Теперь, чтобы создать картинку, точнее, привязать ее к адресу электронной почты, нажимаем на эту кнопочку Которая сразу же у нас появляется Так, вот он наш адрес электронной почты И нужно нажать ниже вот эту кнопочку «Add a new image» Нажимаем сюда Нажимаем, здесь можно, кстати, с вебки сфотить свое лицо Это будет выглядеть вот так Разрешить У меня на ноутбуке есть вебка Оу, моя шляпа опять попала сегодня в кадр Но я не буду это делать, отмена Допустим, мы хотим Что я постоянно на вы? Короче, допустим, ты хочешь загрузить какую-то фотографию Так, для начала ее нужно приготовить Так, ну если мы вообразили себя енотом-башотом, то мы это енот Заранее подготовим, значит, себе фотку енота Енот, берем картинку какую-нибудь, которую вы хотите привязать Блин, вы, которую ты хочешь привязать к адресу почты Берем какого-нибудь енота, я не знаю какого Вот этот мне енот нравится Хотя они все такие няшные Сохраняем где-то Сохраняем изображение к себе на рабочий стол Так, изображение вот у нас сохранилось Далее мы возвращаемся Где оно? Вот, нажимаем вот эту вот кнопочку с папкой Upload new Нажимаем, нажимаем обзор Выбираем фотографию с рабочего стола Вот он наш енот, которого я скачал И нажимаем next Все очень просто на самом деле Ничего сложного нет Дальше нужно откадрировать фотографию Можно сделать маленький квадратик Можно взять только носки и сделать его Можно еще глаза захватить А я хочу, допустим, мордочку сделать Вот так вот Мордочка енота Нажимаем после того, как выделили Нажимаем вот эту штучку Crop and finish Все, фотография Тут разные ранги есть Если на фотографии нет никакой порнографии Ничего запрещенного Пропагандистского или так далее Мы нажимаем самый первый ранг Это G Первую кнопку нажимаем Вот, и все Фотография привязана к адресу электронной почты Теперь мы возвращаемся на мой сайт Кто-то мне вконтакте там написал Вот Возвращаемся на мой сайт Обновляем И дальше вы на моем блоге хотите Ну, либо на другом блоге Совершенно на любом другом блоге Который на WordPress Вы хотите написать комментарии Пишите то же самое Енота Шот, как вас там зовут Пишите адрес своей электронной почты Сайт можно писать, можно не писать И, допустим Пишите сообщение В лесу я сегодня Я сегодня видел Полин видел Мишку Он научил Меня Загружать фото Бред какой-то Еще и Вишку написал А, нет Мишку мы сегодня видели Вот Далее нажимаем Отправить комментарий И теперь Грузит, грузит, грузит Вот Это было просто Небольшая Нужно было, короче, немножко подождать И вот мы теперь видим То, что У всех наших енота шотов Появилась картинка Вместо непонятной Какой-то херовины Вот На самом деле Еще хочу сказать То, что после того Как вы То есть ты, человек Написал первый комментарий Какой-то И Сначала он на сайт не попадает Я должен его одобрить Ну, либо модератор Должен его одобрить После того После того, как Твой комментарий будет одобрен Модератором А следующие твои комментарии Уже будут проходить автоматом То есть Такие вот дела Вот На этом все Регистрируйся на этом сервере В сервисе, который я показал И все твои комментарии Будут Красивой картинкой Которую ты сам себе поставишь Вот На этом все